всем привет андрей андрей сегодня приехал в 6 часов на сапсане и он не проснулся поэтому надо сказать кодовое слово чтобы он включился андрей мы в эфире спасибо большое да всем привет меня зовут андрей смирнов я сегодня буду экспертом на докладе про историю прокачки личного бренда с нуля до тысячника не знаю что я здесь делаю я человек который поменял успеха личный бренд на карьеру в пятерочке вот но ничего мы сегодня очень много поговорим классного будет много шуток потому что у нас самый главный шутник российского фронтен твиттера татарин фронтенд всея руси тимур гафиулин давайте его встретим и тоже его пробудем ото сна буквально пара моментов видите он там qr-код это очень важный qr-код я скажу про этот qr-код несколько раз сегодня потому что этот qr-код позволяет вам не только оценить доклад задать вопрос к нему который я потом задам непосредственно тимуру но еще и обсудить что-то там сказать про тимура приятно или не очень и все вообще не будет происходить там это чат доклада что значит или не очень или не очень означает что люди свобода мнений и да все мнения важны но ставьте пятерки да но что что важно будьте обязательно котиками тимур увидят эти комментарии потом ровно в том виде в котором вы написали да и на два этажа выше будет плакать в номере если что ну пусть будет на два этажа выше да хорошо вот так что да qr-код и напоследок да давайте еще раз сделаем напутствие тимуру чтобы у него прошел идеальный доклад тимур не волнуйся мы с тобой давайте приветствуем история прокачки личного бренда андрей как обычно говорит не волнуйся я с тобой а потом уходит вот я сегодня да вам расскажу про личный бренд и прежде чем вы такие мальчик а ты кто вообще такой вот меня зовут тимур я кто вообще а ну тут написано я участник различных конференций подкастов я об этом в докладе обязательно расскажу создатель сообщества казанский завтраков которые вы никогда не слышали и там не были скорее всего если вы не живете в татахстане а я живу в татахстане вот но прикольное сообщество на сотню с лишним человек где мы каждые две недели кушаем и это прикольно и самое главное до 15 тысяч человек в твиттере которые читают мои шутки иногда не шутки и прочее вот скрин в доказательство там написано 14 2 чтобы вы такие у нас обманывают с первого слайда отлично вот потому что ну тема инфо цыганская согласитесь поэтому постараюсь сделать так чтобы эта тема перестала быть инфо цыганской личный бренд это вообще на самом деле очень просто если послушать людей которые вам про него рассказывают просто типа делай раз два три все у тебя будет классно первое это читай мотивационные книги естественно как вставать в 6 утра и не чувствовать что ты проживаешь свою жизнь зря и вот это вот все дальше вы идете читайте мотивационные статьи где вам говорят просто веди свой гитхаб и все будет классно просто там чем больше зеленого тем лучше вот и ведешь свой гитхаб и все таки да ты там фигнёй же какой-то занимаешься это вообще не интересно никому вот дальше мы мотивационные ролики смотрим где тони робинсон нам кричит со сцены я получаю миллиарды долларов три нет но у тебя тоже все получится непонятно как но ты справишься вот и мотивационные фильмы надеюсь вы понимаете что это фильм потрясающе мне очень нравится и в целом все да спасибо за внимание можно расходиться все очень просто но есть проблемы определенные в этом всем которые не позволяют абсолютно кому угодно сделать личный бренда поэтому перейдем вообще поговорить перейдем к разговору о личном бренде первое о чем стоит сказать что существует такой термин как технический бренд это как правило про какой-то продукт или какую-то компанию допустим человек приходит выступает на какой-то конференции говорит я из x5 теха или там я фронт-энд вик-энд и вот это вот все и вы таким образом качаете бренд компании или бренд какого-то продукта там не знаю джет брейнс еще что-нибудь вот но этим как правило заниматься диврео девадукаты это немножко не про персональные штуки поэтому перейдем к техническому личному бренду и сыграем с вами в игру я буду говорить технологии или какие-то айтишные слова вы будете говорить кто у вас с этим ассоциируется кто ассоциируется в русскоязычном сообществе с но джессом мельхов отлично андрей мельхов великолепного андрей есть потрясающий технический личный бренд связан с но джессом следующее кто прогугл хром часто разговаривает типа какие апдейты чё нового чё там за флагом работает и так далее никита дубко великолепно никита дубко выглядел как-то так лет 50 назад он здесь очень хорошо похож на дениса чужого стендапера вот и я люблю эти две фотографии рядом вставлять мне это очень сильно смешит если вас не смешит но если не понимаю чего за люди вот но никита сейчас выглядит примерно так поэтому если вы будете его искать вы того вот короткого стриженного мальчика скорее всего не найдете идем дальше лес доступность глаша отлично великолепно да то есть в целом вы если называете хотя бы и три фамилии я слышу вы точно попадете в то что я загадал потому что у этих людей хороший технический бренд связан с каким-то термином open source что вы вспомните ситник великолепно с первого раза вот да тут шуточный яндекс маркет кто никита сидоров сэм левинсон вот технический личный бренд это очень круто это очень полезно это очень великолепно но в этом есть одна большая проблема если ты не великолепный умный чувак который умеет читать спеку и вообще во всем разбираться и копать вглубь максимально слушать доклады что-то в них понимать то скорее всего тебе может быть это сложно а еще сложно потому что там достаточно высокая конкуренция что если ты захочешь стать чуваком который связан техническим личным брендом с not js тебе нужно будет подвинуть андрея мелехова это ну немножко очень сложно вот поэтому можно чуть попроще какие-то штуки делать типа качать технический личный бренд но какой-то там не связанный ни с чем вот у меня примеры твиттерских ребят потому что я из твиттера вот дженни козлов допустим пишет про бэкэнд и про кучу всего у него много трэдов различных как раз где он там 15-20 каких-то сообщений пишет на какую-то определенную тему здесь вот мы видим что он пишет какую-то базу по бэкэнду про юник с линукс и так далее есть допустим алексей глотких который по выходным в субботу приходит эпитонистом в дискорде проводит какой-то стрим где они пишут какой-то проект где он рассказывает различные вещи как и что он делает и почему вот и это тоже очень полезно он очень прокачивать джунов и джуны ему очень сильно благодарны вот и для примера адам агутюнов который кстати по моему во втором зале сегодня будет выступать до недавно и наткнулся на то что он написал онлайн генератор логотипов для метро и я такой блин звучит потрясающе не в целом если вы такими вещами занимаетесь можно это выкладывать как-то пиарить и иногда на вас наткнуться и так его я это добавлю в прессу и покажу на холли джейс вот при том что вы возможно и не выступаете адам выступает так что обязательно сходите вот ну что делать если вы такие все круто великолепно очень здорово но я все равно не хочу себе технический бренд потому что это тима много времени это надо быть умным а я не умный ну по крайней мере мне мама так говорит вот то нам поможет шиппостинг естественно мы идем в твиттер и пишем всякую штуку 18 плюс же да шляпу вот короче вы опять же можете задаться вопросом что типа тимур все круто ты сейчас будешь рассказывать свой опыт он у тебя уникальный он у тебя вообще какой-то чисто свой ты чего-то своего начинал вообще непонятно как в это все вписаться у нас стартовые точки разные мы не сможем за тобой повторить я такой согласен с вами на тысячу процентов вы все правильно говорите поэтому я вам покажу тысячу разных вариантов как можно развиваться опять же вот я уже какое-то количество людей привел в пример чтобы вы могли за кого-то из них зацепиться таки во вот это мне подходит вот то что говорит тимур хрень а вот 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 это класс вот идем дальше да с чего у меня все началось я сидел в твиттере читал ребятишек и и все таки проси зарплату в четыре раза больше ты должен зарабатывать больше ты должен прям вот есть если ты 300 тысяч с утра на карте не увидел ты вообще конечно позоришь и не айтишник вот и я этим так сильно впечатлился открыл свое резюме зарплатой сколько там тут не написано а 2x да с 2x зарплатой и получил кучу интересных их предложений самое интересное это моя компания пришла ко мне и чар в личку постучала такое что происходит если честно ничего я просто вот ребят титр начитался вот я просто это извините я закрываю вот ну это была где-то моя вторая работа я тогда еще так себя вел сейчас тоже но я выпендриваюсь ладно начнем вообще с того как этот личный бренд строить когда он не технически обязательно начать с нейминга у меня все очень просто я татарин прикиньте вот я фронтендер как и многие из вас да не очень хороший но но хороший человек андрей смирнов говорил что я его лучший друг если он это не повторит под камерами я даже не знаю как жить вот татарин фронтендер все очень просто кстати скрин который я показывал где я там 2x зарплату прошу у меня какой-то дурацкий ник был типа там dream team я пытался как-то обыграть свое имя но dream team было занято я написал dream team 14 такой меня так никто в жизни не найдет никогда никто это запоминать не будет они такие ну какой-то там идиотский ник вот лена райан тот самый случай когда у человека имя фамилии уже так сложились что уже можно не думать лена райан великолепно все просто идешь всем говоришь я лена райан просто можешь подходить к людям я кстати лена райан и все таки мы пока еще не понимаем кто это но звучит потрясающе мы запомним вот но лен да лен сидит в первом ряду лен я тебе кстати как анти паттерн привожу к сожалению вот почему потому что если вы пойдете искать лену в интернете вы очень сильно удивитесь будут у вас очень большие проблемы потому что прикиньте лена в твиттере это металл веб-дев не лена райан она великолепное имя и фамилию решила нафиг это все я буду ленкин пак и все такое и когда я допустим хочу что-то прикольное написать в твиттере и тегнуть лену допустим скрин сделать своего своего слайда и сказать смотри я тебя выложу а я тебя покажу на холле я даже отметить не могу что я такой а какой у нее ник я что-то не помню блин а почему не лена райан ну это же блин просто очень прост вот поэтому если у вас уже есть классный нейминг пожалуйста не отходите от него не придумайте вот это вот аннигиляторная пушка или еще что то никто это не запомнит никогда надо чтобы ваш не как-то ассоциировался с вами вот есть великолепный пример влад козуле влад не думал влад я влад козуле что зачем как лена райан только влад козуле вот не надо больше ничего выдумывать я просто везде пишу что я влад козуле все меня знают великолепно великолепно вот да есть еще прекрасный нейминг серёжа орлов и вы такие оли джейс чего при чем тут стендапер с ума сошел дело в том что это немножко ссори не тот серёжа орлов который нам нужен вот мы про другого серёжа орлова про это серёжа орлова который работает в интересе и вот ему не повезло сергей орлов очень хорошо запоминается но когда ты вбиваешь ты такой о шоу разгоны все мне больше ничего не интересно я пошел смотреть шутки два часа вот и поэтому великолепно имя фамилия казалось бы можно было использовать но ничего не случится потому что тебя есть более известный чувак который с таким же именем тезка это называется да я забыл я просто по-татарски думаю вот от нейминга кейсом перейдем возвращаемся к серёже орлову серёжа долгое время шутил не смешные шутки для меня смешные но у вас у всех чувства юмора нет поэтому вы это не лайкаете вот смешные лена говорит что смешные но я на самом деле не слышу что говорит лена я думаю что она это говорит вот у серёжи потрясающе смешные шутки но они знаете так любителя вот и многим людям это не заходит потому что они думают что он не иронизирует а на серьезных щах говорит вот и поэтому люди это не особо читает люди это не особо лайкает и поэтому серёж долгое время где-то там ходил не очень заметным но в какой-то момент он пришел и такой у У меня есть семья, у меня есть классная семья, у меня есть потрясающая жена, у меня есть очень смешная дочь. Я буду говорить про них иногда. И неожиданно люди такие, а, так ты не просто придурок, который что-то пытается шутить, ты еще и интересный человек, ты, оказывается, хороший муж, ты, оказывается, великолепный отец, круто. Мы будем тебя читать, потому что, ну, воебовое это, что хороший какой-то приятный чувак. Вот, и если я там в перспективе захочу, там, не знаю, собирать какую-то команду, я его с удовольствием позову, потому что он не просто шутит не смешные шутки, он еще и хороший человек. То же самое я могу сказать про Мишу Фисенко. Так называемый ФС, возможно, тоже где-то сталкивались с ним, допустим, у ребят между скобок, либо там, не знаю, мы обречены еще где-то. Вот, Миша поработал почти во всех биг тех компаниях России, сейчас уехал в Амстердам и работает в Букинге. И Миша, вот, тот же самый пример, что Сережа Орловым, он шутил много несмешных шуток, и у него еще такое напряженное лицо на фотографии было, что каждый раз, когда он у меня под какими-то постами шутил, ну, я такой, он же агрессирует мой адрес, да, типа, ну, у него такое лицо напряженное, наверное, он все-таки не шутит, а агрессирует, вот. Но потом он привел свою великолепную жену в Твиттер, и все такие, о, они какие милые, ничего себе, они приготовили сегодня круассаны, это так мило, я буду их читать тоже. Вот, ну, короче, работать может как угодно. Валера Жила, тоже хороший пример, человек, который максимально шитпостит 99% времени, и в целом ты это читать, скорее всего, не будешь, если просто наткнешься. Но иногда Валера приходит и такой, я, кстати, вот вам сейчас расскажу, как правильно там таймтрекать или еще что-нибудь делать, как правильно, там, не знаю, распланировать свою неделю, распланировать свой месяц, и как вообще ставить цели на 2, 3, 5 лет. И ты это читаешь, и ты такой, это не какой-то шитпост из мотивационных книг, он реально этот опыт пережил, и он реально им живет, и он реально впечатляет меня и мотивирует, и такой, круто звучит, и я тоже хочу за этим наблюдать. Идем дальше, Натаха Масалкова. Тоже где-то тут сидит, не вижу где, неважно. Короче, у Натахи, если что, если вы будете ее искать в интернете, скорее всего, не найдете, но пару видосиков есть. Вот, Натаха известна тем, что она знакома со всеми айтишниками в мире. Вот, если я с кем-то прикольным знакомлюсь на конференции, приезжаю домой и говорю, Натаха, я знаешь, с кем познакомился? Я ей пишу имя, фамилию, она такая, а, так я его знаю. Я такой, блин. Я ее еще, если честно, не смог впечатлить ни одной фамилии, она знает абсолютно всех. Вот, и здесь она, допустим, оказалась так, что кто-то ей плюс один ее привез, так скажем, да, бесплатно, типа, пустил, и она так съездила с нами на Dump, на CodeFest, сейчас на College S, при этом не заплатив ни рубля. Почему? Потому что Натаха айти-содержанка. Вот. Прежде чем вы меня осудите, понимаю, прежде чем вы меня осудите, этот слайд согласован и с программным комитетом, и с Натахой, которая вот машет руками. все, все в рамках дозволено, в рамках закона я читал, точно ничего такого нет. Я, кстати, тоже айти-содержанка, если вы не знали, я ездил, как, на CodeFest тоже я попал абсолютно бесплатно через Сережу Попова, и на куда? Да, на Holy.js я на весенний попал тоже через Сережу Попова. На акции Сережи Попова что-то, наверное, приятное сделать. Вот. Идем дальше. Лучший личный бренд. По моему скромному мнению, но я на сцене вы нет, поэтому я решаю, у кого лучший личный бренд. Леша Федоров. Кто знает Леша Федорова? Поднимите ручки. Великолепно, великолепно. Это человек, который лично для меня самый главный в джукру. Я не знаю, какой он пост занимает, а джукру это то, что делает Holy.js и кучу различных конференций, на которых вы, кстати, находитесь сейчас. Вот. Я когда вырасту, честное слово, хочу быть Лешей Федоровым. Я не знаю, кем вы хотите быть, Леша Федоров топ. Вот. Но к более серьезным вещам, как тебя переключать? Кто знает этого парня? О, кстати, рук больше. Идите познакомьтесь с Лешей Федоровым. Вы че? Это Влад Тен. Влад живет в Чехии, я до этого жил в Узбекистане. Его вы знаете, а Леша, который прям по площадке ходит, нет. Я вас понял. Ага, такие вы люди. Вот. Влад Тен. Это лучший личный бренд ever. Вообще. Ни у кого рядом. Нет. Эти все такие Дэны Абрамовы, Стивы Джобс и прочие рядом не стоят. Влад стендапер. Влад пишет рэп. Влад пишет код. Влад делает ролики, записывает диссы. Влад сходит с ума, как хочет, и это великолепно. За этим наблюдать одно удовольствие. Вот. Лучший личный бренд у него. Мы официально ему отдаем золотую сову или как это все называется, я не знаю. Все. Мы ничего рядом, близко даже не найдем с его личным брендом. Но вернемся к Владу Козуле. У многих ли из вас есть валюта, названная в вашу честь? А? Ребят. Ребят. Влад какое-то время жил и такой, если честно, мне достало уже, что приходят HR, а я такой модный, красивый, интересный. Они приходят слишком часто. И они такие, Влад, а за сколько мы тебя можем схантить? И Влад такой, да, вы уже достали. Он начал у себя в Твиттере писать, одна Козуля равна стольки-то тысячам рублей, сотням тысяч рублей. Вот. Я его встретил в Твиттере, когда у него там было 300, потом 400, потом 600. По последней информации с фронт-энд-викенда мы знаем, что Влад получает где-то 15 тысяч долларов. Козуля теперь вот такая огромная, полтора миллиона рублей. Ну, для Кипра, наверное, нормально. Вот. Если у вас есть валюта, круто, вы, наверное, уже известны. Я не понимаю, что вы здесь делаете. Но, тем не менее, тоже такой кейс невероятный какой-то, абсолютно. Я, кстати, в какой-то момент пытался татаринку вести, но люди как-то... Ну, кто-то поддержал, но мне так было стрёмно это промоутить, потому что звучит, если честно, как будто соевая снежинка. И я такой, эх, татаринка, что это за смех вообще? Перейдём к моему кейсу непосредственно, к моей жизни. Я вам сейчас, да, покажу свои детские фотографии, расскажу, как зовут моя мама и где она работает. Или не расскажу, я пока не знаю. Слайды мне делали другие люди. Вот. Моя ошибка выжившего, чтобы про себя опять рассказать. Я долгое время писал в Твиттер, там как-то был известен чем-то или неизвестен, не знаю, зависит от того, знаете вы меня или нет. А потом поехал к ребятам в Иваново, на мы обречены. Кто слышал про такой подкаст? Великолепно, во, Влад Тен там, то есть вы Влада Тена, блин, просто рук было больше, Влада Тена, значит, ничего не знают, а этих ребят знают. Так, всё, встаёте, Лёша Фёдоров, Влад Тен, потом идёте сюда. Вот. Я съездил к ребятам в Иваново, записался в студию, отлично провёл время, это всё выложили. Я такой, ой, я появился в интернете, круто, круто. Ну, в смысле, в публичном поле за пределами Твиттера. Дальше приходит ко мне многоуважаемый золотой голос России во фронт-энде, или не только во фронт-энде, Андрей Смирнов и говорит, а погнали, погнали запишемся. А я думал, блин, фронт-энд-уикенд это же для очень крутых и мощных, великолепных, невероятно красивых чуваков, а я-то там как окажусь. Вот, но тем не менее, оказывается, если ты дружишь с Андреем, то можно тоже оказаться. Вот. Тоже записались, тоже как-то в интернете появился, и при этом я часто ездил по конференциям, потому что я всё-таки IT-содержанка, как Наталья Масалкова, вот. И я приезжал на конференции, покупал билеты за свой счёт, покупал гостишку за свой счёт, ещё что-то, и я такой и тусил со спикерами вообще великолепно, молодец. А они всё-таки, блин, вообще огонь, такси оплатили, всё оплатили, великолепно проводим время. И ты такой, так, сегодня я не ем, а завтра я, получается, умру. Ну, вот, и опять же, через какие-то знакомства, через Андрея Сережу Попова, Глеба Михеева или ещё кого-то, я был приглашён на Frontend Conf, как селеба из Твиттера, да, ко мне подходили, такие, ты же селеба из Твиттера, я такой, я не селеба не называйте, мне так, мне очень стыдно. Вот, и это тоже прикольно, попал на конференцию, которая стоит каких-то больших денег, абсолютно бесплатно, и это приятно. Если вы общаетесь с людьми, оказывается, так возможно. Но, опять же, я общался со спикерами, они все такие весёлые, классные, их привезли бесплатные, я такой, я тоже так хочу. Я начал с малого, я пошёл, вот это вот у нас в Казани, в какой-то маленькой комнатке, 9 на 12 или ещё меньше, сидит 15 человек на стуле и слушают, как я рассказываю про что-то. Вот, бородатый, некрасивый, не, кстати, красивый. Вот, было весело, это стартовая точка, потом мы пошли в бак, посидели, всё классно, как-то с этого началось. Потому что, ну, надо с чего-то начинать, ты не можешь сразу на крупную конференцию податься и быть уверенным в том, что тебя туда позовут. Вот, дальше я за свой счёт съездил к ребятам из Альфа-банка, это не реклама в Санкт-Петербург, опять же. Всё оплатил просто для того, чтобы приехать на метапчик, на котором меня запишут на видео, чтобы дальше на конференции подаваться и говорить, смотрите, у меня есть видос с моим выступлением, вы можете понять, насколько я адекватен. Кстати, насколько я адекватен, можете оценить доклад. Вот, и дальше была уже третья конференция, это дам в Екатеринбурге, где уже за фулл прайс меня просто привезли, где я такой, типа, я не хочу лететь с пересадками в Уфе, пожалуйста, купите мне прямой билет. Вот, и ребята меня привезли, ну, в целом, вот, типа, три доклада, и ты уже с этими ребятами, со спикерами ходишь, и такой, а меня тоже привезли, вот, и одна Натаха ходит, такая, я всё оплатила. Вот, идём дальше. И год прошёл, в прошлом году, да, меня пригласили гостем, а в этом году я уже съездил на Фрэнкомф как спикер, правда, такой спикер на это, нет, я не буду это слово говорить, ну, вы поняли. Вот, я выступил на фейл-части, где ты рассказываешь 10-минутный какой-то свой факап, я рассказывал, как я похерил базу одного отеля, вот, ребята смеялись, хлопали, а мне, если честно, было не смешно. Вот, и вот мы здесь. Достаточно короткий путь, кажется, и в целом, если ты прикладываешь какие-то усилия, как будто бы не надо тратить 10 лет, чтобы обогнать Андрея Мельхова, можно каким-то более коротким путём пойти, просто другие штуки придётся делать, не всегда очевидные. А минусы-то где, Тимур, круто описываешь, здорово, да, там это, деньги, бабки и фанатки, нет-нет-нет, вот, но, типа, минусы-то наверняка есть, минусы есть, минусы на самом деле достаточно серьёзные. Первый — это culture feed, люди могут вас читать, люди могут не понимать иронию, люди могут не выкупать, что вы шутите, а может, они выкупают, что вы шутите, и им не смешно, и они такие, мы не хотим работать с этим челом, нам не смешно, нам не нравится, нам неприятно, он что-то там сказал про самокат, мы всё, мы его даже на собес не зовём. Это вот такая вот закулисье, так бывает. Кстати, вот с Владом Козулей, да, была история, что он вот пошёл что-то там, высказался, и мы такие, ты больше вот в эту компанию не попадёшь, к сожалению. Дальше это, опять же, пристальное внимание, то есть кто-то из вас даже может сейчас в зале сидеть и такой, типа, фигню он какой-то несёт, если честно, вот, я пойду и всем своим друзьям расскажу, что он этим занимается, но тут чаще всего про то, что ты можешь как-то оговориться, ошибиться, ещё что-то, из-за того, что люди за этим наблюдают, твою ошибку пойдут форсить обязательно, с огромным удовольствием, и чуть дальше я расскажу, к чему это может привести. И дальше можно схватить агрессию от сообщества. Опять же, если ты ошибаешься, если ты там недостаточно хорошо пошутил, или там написал пьяным твит, а потом утром встал и такой, такое тоже бывает, ты можешь столкнуться с какой-то агрессией, на тебя могут там как-то лично наезжать или не лично наезжать, могут тебе написать личку какой-то фигни. Мне однажды написали, приедешь в Уфу, мы тебя зарежем, и я такой, что? Я больше в Уфу не езжу. Но это было годы два назад, я думаю, этот человек уже, скорее всего, в тюрьме сидит. И история как раз про минусы. Что случилось? У меня был самый популярный ролик со мной в Ютубе, это публичное собеседование на канале Хексита. Люблю ребяток, если смотрите вообще в Unlove. И там какой прикол был? У меня на тот момент было где-то 2,5-3 года опыта, но при этом из них 2 года я писал под один из Битвикс. Если кто-то сталкивался, сочувствую, сходите к психотерапевту, я думаю, вам помогут. А как фронтендер я был где-то типа полгода, год максимум. Но ребята глянули мои резюмы и такие, о, 3 года, пишем middle frontend. Я прихожу на этот публичное собеседование, мне в прямом эфире начинает фигачить. Я прихожу туда, естественно, на какие-то вопросы, не знаю, ответов. Я ошибаюсь, я отшучиваюсь, я туплю в каких-то самых простых случаях. И потом, читая комментарии, я там типа, какой же он тупой, он просто невероятно тупой, он верный код пишет, отвратительно, я бы не хотел с ним работать, все такое. Это разве middle? Я вот джун, я и намного больше знаю. Вот, такое тоже бывает. Я к ребятам без претензий, но написали и написали, я схватал это, схавал, точнее, это потом... Сейчас у меня, кстати, знаете, вот есть депрессия по шкале Бэка, я по-другому анализирую, я захожу в комментарии, я такой, если они меня цепляют, значит, что-то не так, пора обратиться к специалистам. Если не цепляют, то значит, у меня все хорошо. Вот. Но плюсов больше. Если мы про минусы поговорили, надо перейти к плюсам. Первое, это интересные конференции. Эта конференция, безусловно, самая лучшая. Вот. Мне сказали так сказать, я должен еще раз ответы произнести. Вот. Ну, допустим, я выступал в Ульяновске. Я... Чтобы вы понимали, там название Уллкэмп, да. Уллкэмп — это когда вы пьете до 4 утра, все, все, не только я, все пьете до 4 утра, а утром встаете к 10 утра на доклады. А я выступал прямо в 10 утра или там в 11. И я встал за 2 часа, я такой, я знаю, как мне протрезветь, попытался, не получилось. Вот. И поэтому я пришел, я такой, ребят, если что, меня жестко штормит, если я буду выступать стоя на сцене, нам всем от этого будет только хуже. Поэтому я буду выступать сидя в домашней семейной обстановке. Мне все сказали, класс, мы тоже такие же. Вот. А, кстати, вот на переднем фоне мальчик с бутылкой старого мельника — это мой тестировщик. Вот. Дальше. Можно опять сообщества какие-то и вступать, и создавать. Здесь как раз казанское сообщество завтраков, про которое я говорил. Если у вас какие-то есть друзья из Казани айтишники, напишите мне, я им скину ссылку и пусть приходят. Вот. Мы раз в две недели собираемся. Уже больше года это существует, хотя я это как прикол создавал. Вот. Но тем не менее ребята даже без меня ходят, я очень за них рад. Так. Дальше. Оу. Так. Сори. Серьезно, ты умер. А, ну, кстати, мы близко к концу, все нормально. Неожиданное знакомство. Считайте QR-код, если хотите. Если не хотите, конечно, не считывайте, но вы очень много потеряете. Иногда на вас в Телеграм-канале может подписаться Сережа Бережной. Кто знает, кто такой Сережа, чтобы я... А, ну, все, класс. Вы понимаете, в чем прикол. Кто заметил, что у меня Телеграм на белорусском? Великолепно. Вот. Если не заметили, посмотрите. Да. Кто сочетал QR-код, я вас очень поздравляю. Вас рекролили. И идем дальше. И самое главное, самое классное... Блин, я отторобанил слишком быстро доклад, да? Ну, ничего страшного. Так бывает. Поэтому я замедлюсь. Ладно, буду в режиме Жени Кота выступать. Самое главное – это новое знакомство, друзья, близкие люди, которых ты получаешь благодаря всему этому. Вот здесь у меня слайды, где куча красивых ребят. Кого вы тут знаете? Так, Никита Дубко, Андрей Смиронов, Саша Прокшина, Наталья Масалкова, многоизвестная. Вот. Кстати, да, ульяновские ребята, московские, ивановские – все. Потрясающе. Кто видит здесь прикол на фотографии? Макс Корж, да. Если вы заметили Макс Коржа, я вас поздравляю. Наверное, вам не очень легко живется. Меня шеймят за то, что я его слушаю каждые два дня. Вот. Пожалуйста, работай. Вот. Друзей на самом деле много. И если вы думаете, что я такой 20 человек – это все, нет, я буду выпендриваться до конца. Еще один слайдик с друзьями. Тоже потрясающими. Тут у нас появляется Сэм Левенцион. Тут у нас появляется Никит Сидоров, Сережа Попов. И много еще великолепных ребят, которых я люблю. А, кстати, вот, Аня здесь, да, вот сидит. Великолепный. Вот. В общем, друзей и приятных знакомств просто невероятное количество. Если раньше я приезжал на конференцию, я такой, я знаю двух человек, мне их надо найти, поздороваться. А что делать дальше? Доклады. Доклады – это… Не-не-не. Пойду, не знаю, покушаю и поеду домой. Вот. Сейчас уже приходишь такой, мне надо 2-3 часа, чтобы со всеми поздороваться. Потом отдохнуть. Потом пойти еще 2-3 часа, здороваться со всеми дальше. И потом уже прийти к какому-то финишу. Вот. В общем, знакомств приятных дофига просто. И причем не обязательно со всеми прям постоянно в контакте находиться и дружить. Иногда ты просто приезжаешь на конференцию раз в 4 месяца, с кайфом общаешься с человеком и забываешь о нем на следующие 4 месяца. Вот. И плюсов, да, действительно больше. А, я вспомнил, я не тороплюсь. Все великолепно. У меня же там потрясающий слайд есть. Плюсов действительно больше. То есть, да, я назвал 3 минуса и 5 плюсов, чтобы вы такие 3 и 5, да, вы кажется больше. Он нас не обманул не так, как в начале на первом слайде. Вот. А теперь анекдот. Если что, не история, прям анекдот. Идет как-то мужик по городу и видит, стоят очереди куда-то. Люди что-то зачем-то стоят, что-то купить хотят. И он такой, ребят, а что продают-то, собственно? И ему отвечают, говорят, продают песиков-бурбосиков, коников-бурбоников. Он такой, чего? Кого? Ну, блин, очередь большая, я тоже встану. Пожалуй, типа фиг знает, зачем мне это. Но, блин, вдруг что-то классное. Вот. Он отстоял очередь, подходит к продавцу. Он ему говорит, вам что? Мужик отвечает, мне, пожалуйста, песиков-бурбосиков. Ему говорят, слушайте, они закончились уже, к сожалению. Sorry. Поэтому мы можем предложить коников-бурбоников. Он такой, ну, давайте. Фиг знает, я ни то, ни другое не знаю. Давайте коников-бурбоников. Дальше он идет домой, такой счастливый. Думает, сейчас что-то интересное узнаю, увижу, познакомлюсь. Приходит домой, на кухню, разворачивает пакет, смотрит, а там песики-бурбосики. Обманули его. Я надеюсь, два человека посмеялось хотя бы. Но я думаю, сейчас где-то 80% зала такие, а что происходит? Какой анекдот на Холли.js. Он что, вообще уже типа с ума сошел? Типа серьезно, на технической конференции. Холли скатилась. Если вы в Твиттере сидите, вы, наверное, видели недавно, там, форсили, типа, что было в 2018-м, в 2022-м. Какой позор. Мы скатились и показали самый крутой доклад с 2018-го и самый слабенький с 2022-го. Великолепное сравнение. Вот. А на самом деле тут достаточно простая мораль. Может быть вот такая, но нет. На самом деле мораль в том, что, возможно, вы просидели весь мой доклад и думали, круто, вроде интересно, может, нет. Ну, непонятно, как это все вообще делать, непонятно, с чего начать. Вообще, если честно, он не сказал, типа, делай вот эти два упражнения, спина болеть не будет. Он нам не объяснил вообще, с чего стартовать. Он просто какие-то там кейсы называл. Но на самом деле вот этим приколом я вам хочу показать, что вы можете просто прийти на какой-то митап и такие, я, кстати, анекдот расскажу. Меня люди не запомнят вообще по-другому абсолютно, по другим слайдам, рассказам, еще чему-то. Но вот я буду ходить в него тыкать и говорить, вот это тот чел, который анекдоты рассказывал. Я помню, что я тебе говорил. Вот, то есть личный бренд на самом деле на чем угодно можно строить. Исключительно на анекдотах не советую. Но если хочется, конечно, ради бога, кто вам запретит. Вот, но тем не менее, стартануть вы можете буквально с чего угодно, даже вот с такого прикола на Holy.js. И как будто бы все. Как будто бы все. Я очень быстро отстрелялся, поэтому будет больше времени на вопрос. Спасибо за внимание. Красный, включите микрофон, пожалуйста. Супер. Мы можем поднимать руки. К вам подойдет прекрасный ассистент, который вам выдаст микрофон. Поднимайте руки, задавайте вопросы, иначе я начну задавать вопросы из чата. Окей, я начну задавать вопросы из чата. Можешь свои. Что? Можешь свои задавать. А, вот рука есть, да. Подойдите, пожалуйста, сюда, а я пока задам вопросы из чата. Как не потерять грань и не стать инфоцыганом, а не специалистом? Спрашивает Андрей Зубков. На самом деле, мне кажется, если у тебя есть эмоциональный интеллект, и он не на уровне нуля, а чуть выше, то ты эту грань достаточно четко считываешь сам по себе. Ну, блин, ладно, наверное, за всех говорить не очень правильно, но я эту грань считываю достаточно легко. И я понимаю, что, типа, вот если я вот этим начну заниматься, это уже инфоцыганщина какая-то. А если я нахожусь вот в том поле, в котором я сейчас нахожусь, то инфоцыганщины нет, никаких проблем нет. Как я сейчас вначале начал, что вроде как бы тема инфоцыганская, но я ее постараюсь раскрыть так, чтобы вы не думали, что вам что-то продать пытаются. Да нет, отличный обзор твиттерских айтишников. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Слышно? Да. Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Юля, и там был интересный слайд, как расширить свой круг профессиональных знакомств, если ты интроверт. Да, да. И это регулярный вопрос, который я встречаю от знакомых. Что бы ты посоветовал? Вот несколько советов. Во-первых, заходите в YouTube, вбиваете Тимур Кофеуллин, и там вот этот доклад в двух экземплярах, альфа-банковский и Минск-Джессовский. Посмотрите обязательно. Что бы я посоветовал? Ну, если, переходя к этому докладу, я там советую, что... Ладно, базово. Базово, короче, ты приходишь, тебе говорят просто, приходишь, общаешься со всеми, просто знакомишься, и все, ты великолепен. Но это не работает у интровертов, потому что я вас всех боюсь, я вас всех боюсь, я половину из вас знаю, но я все равно всех боюсь. Ну, типа, я так не могу со всеми подойти и познакомиться. Поэтому там чуть по-другому работаешь, что ты приходишь сначала в какие-то онлайн-сообщества, просто там в чатиках каких-то общаешься, ну, или сначала вообще читаешь просто, смотришь, наблюдаешь за людьми, и такой, ну, кажется, вот тут я мог бы вкинуть какую-то шутку, но я пока боюсь. А потом чуть дальше продвигаешься, такой, а вот сейчас уже не боюсь, могу вкинуть шутку. О, кажется, они посмеялись, двигаемся дальше, 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 уже там от онлайна переходишь в какие-то оффлайн-сообщества, и уже на какую-то встречу приходишь, и они такие, ой, ты же тот чувак, который шутит в фильтре, вот примерно так это происходит. То есть, как будто бы я свою историю рассказал, но на самом деле я действительно много кейсов видел, где так оно и случается даже для интровертов. Спасибо. Спасибо большое. Так, еще. Вот рука есть там по центру. А, да, давайте вы сразу. Да. Тимур, спасибо за доклад. Вот у меня такой вопрос. Вот у тебя есть уже личный бренд, да? А есть ли какая-то следующая ступенька, куда бы ты хотел, и как она может выглядеть? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Смотри, да, я придумал ответ, сижу я как-то, значит, ничего не делаю, мне приходит, что же... А, да, все, я вспомнил, что случилось. Короче, я вижу пост в телеграм-канале у Сережи Попова, где он выкладывает свой доклад какой-то, может даже с Холли.js и вот это вот все. Я говорю, слушай, эти доклады вроде еще не в открытом доступе, а что ты прям типа по закрытой ссылке выложил, зачем? И он такой, ну у меня контент-план. Я такой, круто, а зачем? Он такой, а у тебя что, нет? Я такой, нет, я просто типа встаю и я такой, о, про это напишу. И все, вот, поэтому у меня как такового какой-то плана, что типа вот я этого добился, а теперь я хочу добиться этого, у меня такого редко случается. Я просто такой, мне это прикольно, мне это весело, я этим занимаюсь. Если я что-то с этого хорошего еще дополнительно получу, я буду только рад. Все. В целом все. Все еще, да, по центру рука, я пока задам следующий вопрос из чата. Как ты думаешь, сколько очков личному бренду добавляет канал с мемами? Канал с мемами? Да. Блин, там же, это, там нет смайлика в конце, типа, это угорающий вопрос или серьезный? Нет, смайлик в конце есть только у никнейма человека. Окей, канал с мемами, мне кажется, что там какая-то невероятная просто конкуренция в этой отрасли и даже в айтишных мемах, еще в чем-то. Если вы хотите в эту мясорубку лезть, чтобы вам там руки отрывало, то попробуйте. Но вообще, если тебя так драйвит, если тебе от этого кайфово, занимайся. И все. Если ты прям четкие цели себе ставишь, ты такой, типа, где-то 2000 подписчиков, потом 10 тысяч, ну, как бы заранее где-то контакт психотерапевта найди, потому что, ну, скорее всего, у тебя немного реальность с твоими ожиданиями разойдется и будет неприятно. Спасибо. Наш вопрос. Да, Тимур, добрый день. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Благодаря своему личному бренду не боишься ли ты, что ты теряешь очки как технический специалист? То есть становишься менее привлекательным, люди смотрят и говорят, ну, чувак ходит по конференциям, он делает доклады, а работает он когда? Да, да. Так Тимур не работает. Я не буду, я безработный, да, с июля. За это время я выступил где-то на четырех конференциях. Это великолепный вопрос, и он очень часто возникает у разных людей. Ну, ты должен искать баланс, потому что, ну, выступаю я на конференциях сколько там, ну, не знаю, раз в месяц, раз в два месяца, но остальное это время ты занимаешься работой. Да, это не видно никому, но как бы ходите всем показывать. Смотрите, я вот этот код сегодня написал, он под НДА, но чтобы вы мне поверили, что я действительно что-то делаю, я вам вот показываю. Этим, конечно, заниматься не стоит, но, блин, если люди думают, что ты что-то там теряешь, потому что ты раз в месяц где-то светанулся, не знаю, им надо просто в этом побывать, и они поймут, что все остальное время ты сидишь и, да, слово ебашишь в голову пришло, но я его не буду произносить, все-таки хорошая конференция у нас важна. На самом деле, одно что другому не обязательно мешает. Конференции, они часто, чаще всего по выходным, а работаешь ты в будни, ну, то есть по выходным это какой-то... А готовишься по вечерам. Туризм, а готовишься в Сапсане. А ночью плачешь, да. Нет, это просто, знаете, как такой момент, а помимо того, что шутки в Твиттере, стандап, там классно, а технические какие-то части, которые можно презентовать как часть твоего личного бренда, я сделал что-то или что-то полезные статьи, может быть, видео, что-то такое. А зачем всем обязательно делать что-то полезное? Почему в IT есть вот такой вот, в принципе, как это правильно называется, я мало спал, поверье, поверье назовем это, что каждый специалист должен приносить что-то полезное в отрасль. А еще, да, если у тебя опыт 3 года, а ты джун, это плохо, если у тебя опыт 5 лет, а ты мидл, это плохо, и вот это вот все тебе накидывают, накидывают, накидывают. А если ты... А когда уже хорошо встанет? Не сеньор 21, то ты уже не в тренде. Да, да, да. На самом деле, мне кажется, что если хочешь ты что-то презентовать, если тебе кажется, что ты что-то классное сделал, пожалуйста, этим занимайся. По-моему, Рома Троицкий, который Москва в СССР занимается, он активно вот такими штуками делится, что он такой, я просто какую-то штуку делаю, я не понимаю, как ее делать, значит, это будет доклад. Сто процентов. Ну, типа, я сейчас пойду, разберусь, и я не хочу, чтобы это потерялось, я не хочу, чтобы я просто разобрался и забыл это, я это зафиксирую. И, ну, Рома просто слишком часто мне мелькает перед глазами. На самом деле, куча ребят, которые выступают с техническими докладами на конуфах, они именно этим занимаются, что такие, я какую-то классную штуку сделал, я пойду про это расскажу. В общем, можете выступать с этим, можете не выступать, тут уже выбирать самим, и зависит от того, чего вы хотите. Так, есть у вас руки. Так, обглядываю. Закончились. Класс. Так, ладно, у нас еще много вопросов здесь. О, вот хороший вопрос. Моя фамилия Легкий, а имя Юрий. Какой нейминг ты бы предложил для личного бренда? Я бы предложил вообще ничего не менять. Юрий Легкий – это великолепно. Ну, реально. А как бы ты, ты бы Юрий Легкий оставил или Легкий Юрий? Легкий Юрий. Блин. Чувак был в Твиттере, он завел два аккаунта, и один назвал Анатолий с севера, а другой Анатолий не с юга. И типа меня порвало просто в щи с этого. Поэтому Легкий Юрий звучит круто. Да, Юрий не тяжелый, можно сделать тоже по аналогии. Так, еще руки появляются ли у нас? Не появляются. Следующий вопрос из онлайна. Как развить свой бренд, если ты не перевариваешь Твиттер? Если что, ты делаешь? Не перевариваешь Твиттер. Делать личный бренд без Твиттера. Можно вести телеграм-каналы. Это тяжело, потому что там нет абсолютно… Ну, типа тебя никак эта площадка сама не пиарит. Тебе придется скорее все с кем-то партнериться или платить какие-то деньги, чтобы тебя заметили вот это вот все. Чуть более круто работает Ютуб, что ты можешь пилить какие-то ролики. Но опять же тут зависит от того, есть ли у тебя там, не знаю, не дар, наверное. Есть ли у тебя вообще интерес к тому, чтобы что-то рассказывать на камеру, чтобы что-то, ну типа, светить лицом. И вот это все. Я бесконечно это говорю. И вот это все, и вот это все. Вот. Дальше, что у нас еще есть? Можете ТикТоки снимать? Вообще никаких проблем. Мне кажется, на любую площадку можно пойти. И если вы понимаете, как она работает, вы можете в ней начать развивать личный бренд, и никакой проблемы в этом не имею. Нет, Твиттер это, не знаю, просто самый легкий вход, мне кажется, был в какой-то момент, а сейчас уже VPN на включать. Юрий легкий вход. Легкий Юрий, да, подписывайтесь. Чувак, создавай что-нибудь, пиши в чат ссылку, я уже подпишусь точно. Юрий легкий. Спасибо. Алексей. Тимур, привет. Леша Симоненко. Привет. Скажи, что ты будешь делать, если тебя заблокируют в Твиттере? Будешь ли ты повторно стартовать свой личный бренд? Я, если честно, я примерно раз в два дня просыпаюсь с мыслью, надеюсь, меня уже заблокировали. Ну, типа, я не могу оттуда сам уйти. Вот. И поэтому я мечтаю, что меня заблочат. И я такой, о, блин, ребят, меня заблокировали, я, конечно, сейчас пойду поразбираюсь. И я не пойду разбираться. Я просто такой, эта глава моей жизни закончена. Я, наконец, могу пожить спокойно, погладить кота и, не знаю, посмотреть ролики на Ютубе. А можно в продолжение этого вопроса? У тебя есть ощущение, что тебя вот твой раскрученный Твиттер к чему-то обязывает? Нет. Нет. Ну, как я говорил, что, типа, у меня нет ни контент-плана, ничего, то, что нравится, пишу, то, что не нравится, не пишу. И все. Не, ну, то есть вот ты в очередной раз приходишь к психотерапевту и не говоришь с ним, о, боже, я ничего не писал неделю в Твиттер, у меня плохое настроение, что мне с этим делать? Нет такого, да? Не-не-не. Все прекрасно. Я скорее приду и скажу, я слишком много писал в Твиттер в последний момент. Кажется, у меня какой-то этот депрессивный эпизод или маниакальный эпизод. Хорошо. Вот как раз в продолжении этой темы есть еще вопрос из чата. Что для тебя послужило изначальной мотивацией для развития личного бренда? Деньги, признание или что-то еще? Я хотел стать самым известным татарином на Диком Западе. Но на самом деле я долгое время таким закрытым достаточно чуваком был, я не очень понимал, как с людьми общаться. И потом где-то в шестом классе я однажды пошутил шутку, и люди засмеялись. Я такой, о, прикольно. Мне это нравится. Мне нравятся чувства, которые я испытываю, когда люди обращают внимание. Я не нарцисс, честное слово, но хочется внимания иногда. Прекрасно. А об этом, да, уже с психотерапевтом надо разговаривать. Да, это правда. Что там в семье? Если у вас есть вопросы, поднимайте руки, задавайте их. Кажется, мы пробежались по всем вопросам из чата. Нет, это для другого. Все, это не для нас, я понял. Так. Вроде бы ничего нет. Хорошо. Давайте тогда поблагодарим еще раз Тимура за прекрасный доклад. Напомню, что сейчас мы снимем с Тимура всю технику и отправимся в дискуссионную зону, где можно будет еще поболтать и какие-то предметные, наверное, кейсы разобрать, почему кто-то пишет твиттер, но не успешен, а кто-то не пишет, но успешен. Мы про тебя наконец поговорим. Нет. А так, приходите на следующий доклад. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо.